This conference will now be recorded. Приветствую вас, коллеги. У нас сегодня будет вебинар по переходу на балансовый метод в соответствии с 18 ПБУ. Мы поговорим о новых правилах по учету расчетов по налогу на прибыль в 2020 году и про новые методики, соответственно. Если говорить про применение 18 ПБУ, то думаю, что здесь у нас собрались в основном выпускники наших курсов или же те, кто собирается посетить эти занятия. Вы знаете о том, что есть у нас нормативная база, согласно которой мы ведем бухгалтерский учет. Это у нас 9 ПБУ, 10 ПБУ, учет доходов, учет расходов. И на основании этих положений о бухгалтерском учете мы с вами считаем финансовый результат по данным бухгалтерского учета. Кроме того, у нас есть также еще 25 глава в налоговом кодексе, который называется «Налог на прибыль». И в налоговом кодексе совсем по-другому формируется налоговая база по налогу на прибыль, то есть сама прибыль как таковая формируется иначе. И из-за этого у нас возникают совершенно разные суммы прибыли в бухгалтерском и в налоговом учете. ПБУ, 18 у нас призвано отражать разницы, возникающие в учете, расхождение между полученными финансовыми результатами, причины этих расхождений. И многие компании, конечно, пользуются вторым пунктом этого 18 ПБУ и не применяют его. Кто это? Кредитная организация, организация госсектора, а также организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, всегда предупреждаю не путайте с упрощенной системой налогообложения. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую финансовую отчетность. Это компании с не очень большой выручкой, с не очень большим количеством сотрудников и учредители у них тоже не сильно юридические лица. Все эти критерии вы найдете в описании субъектов малого и бизнеса микропредприятий. Они имеют право применять упрощенные формы ведения учета. Ну и кроме того, ваша компания обязательно не должна подпадать под аудит. Это отдельные условия и там у нас по видам деятельности компании попадают под аудит, по стоимости активов компании попадают в аудит и так далее. Так вот, 18 ПБУ должны применять все остальные, кроме тех, которые имеют право его не использовать. А по всех правилах 18 ПБУ мы разбираем на практическом семинаре учет налога на прибыль и особенности применения ПБУ. Именно на этом курсе у нас изучается специфика применения этого положения по бухгалтерскому учету. Рассматриваем все различия в порядке, условиях и моменте признания доходов и расходов в налоговом и бухгалтерском учете. На примерах практических разбираем момент возникновения и отражения в учете постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств. И, конечно же, навыки и научиться хорошо рассчитывать налог на прибыль с учетом применения 18 ПБУ можно на этом именно курсе. Ближайшая группа такого курса у нас состоится 31 июля. Вы видите сейчас анонс. Вы можете записаться на данный курс. Все ключевые аспекты данной темы будут на этом курсе разобраны. То есть все подробненько разберем. Но сегодня мы собрались несколько по иной причине. Кто я? С кем вы сегодня общаетесь? Моя фамилия Ганжа, зовут Людмила Юрьевна. Я работаю в учебном центре специалист, преподавателем по направлению бухгалтерский учет, налогообложение и работа в программе 1С. Имею огромное количество всевозможных дипломов, пройденных курсов. Более 20 лет работаю в должности главного бухгалтера. Уже больше 10 лет преподаю в учебном центре специалист. И чем я могу быть вам полезна? В общем-то, любой вопрос, связанный именно с расчетами по налогам, по отражению, введению учета в 1С, все вопросы бухгалтерского учета, пожалуйста, всегда на связи со своими выпускниками отвечаю на данный вопрос. Ну а сегодня у нас тема переход на балансовый метод и в связи с чем это все у нас произошло и затеялось. 18 ПБУ у нас было написано давно, видите, через слэш стоит 02, то есть это 2002 год, это очень давняя история. Как только появился налоговый кодекс и 25 глава, сразу же правила изменились для целей расчета налога на прибыль. Мы перестали пользоваться правилами бухгалтерского учета и стали ориентироваться на 25 главу. Но прошло без малого 18 лет и порядок учета, расчета по налогу на прибыль изменился. У нас появились новые правила, которые требуется применять с 2020 года и в сознании у бухгалтера происходит, в общем-то, ну хорошо тем, кто быстро перестроился. Но большинство бухгалтеров, в общем-то, не видят возможности для себя и продолжают применять затратный метод. Мы даже вот до 2020 года и не знали, что пользовались затратным методом, просто применяли методику 18 ПБУ. А теперь у нас, что у нас? Теперь у нас два метода, балансовый и затратный. Мы всегда говорили о разнице в доходах и расходах. Ну, как вы понимаете, слово расход практически идентичен слову затраты предприятия, поэтому метод называется затратным. Когда мы говорим о том, что данная ситуация отразилась в бухгалтерском учете вот так в расходах, а в налоговом учете вот так в расходах или в доходах. И в результате у нас прибыль бухгалтерская отличается от прибыли налоговой. Что касается новой редакции 18 ПБУ, то здесь у нас уже балансовый метод рекомендован для применения. Даже Минфин настаивает на том, чтобы это был единственный метод, которым вы пользовались для отражения разниц в учете. Называют его балансовым, поскольку мы сравниваем балансовую стоимость активов и обязательств. Балансовый – это значит бухгалтерский учет. И стоимость тех же активов и обязательств, а иногда не тех же. Бывает, что у нас есть актив в налоговом учете, его нет в бухгалтерском. И наоборот, есть в бухгалтерском, но его нет в налоговом. То есть вы сравниваете стоимость актива или обязательства балансовую с его стоимостью для цели налогообложения. Вообще о том, откуда возникают разницы и как понять, есть у вас разница в учете или нет, вам поможет с этим вопросом разобраться курс налогообложения. Именно здесь мы подробно разбираем темы по учету налога на прибыль. И в ближайшее время этот курс у нас также будет стартовать. И вы сможете, в общем-то, разобраться с ситуациями, как у нас налоговый кодекс обязывает отражать те или иные доходы и расходы. Итак, к делу. Первое изменение, которое произошло в 18-м ПБУ, появились новые названия. Долгое время даже я вот в своих лекционных материалах продолжала говорить постоянное налоговое обязательство, постоянный налоговый актив, которые формировались на основании постоянных разниц. Но с нового года, с 20-го года их стали называть иначе. Мы их стали называть постоянные налоговые расходы и постоянные налоговые доходы. Записи по ним, конечно, остались те же самые, что и были. 999-го кредит 68-го постоянный налоговый расход и 968-м кредит 99-й постоянный налоговый доход. Второе изменение, это у нас изменение коснулось временных разниц, то есть новый порядок расчета временных разниц. То есть, чтобы определить временную разницу, надо сравнить стоимость актива или обязательства, которые не совпадают между собой в бухгалтерском и налоговом учете. То есть, получается, это единственный способ расчета временных разниц новой редакции ПБУ. Министерство финансов расширило список тех ситуаций, в результате которых возникают разницы временные. В частности, теперь в составе упомянуты оценочные обязательства, то есть резервы по сомнительным долгам, которые мы до этого считали как разницу постоянную. Или же, например, вот те самые нормируемые расходы в течение года, тоже в течение года вы их можете учитывать как разницу временную. Для расчета временных разниц бухгалтер должен составить таблицу активов и обязательств на какую-то определенную отчетную дату. Значит, разницы временные возникают, когда организация, например, переоценивает активы, создает резервы по правилам, которые отличаются в бухгалтерском и в налоговом учете. При применении балансового метода в состав временных разниц попадают нереализованные постоянные разницы. То есть они превратятся в постоянные в следующем отчетном периоде, а сейчас, мы как бы надеемся, что до конца года мы еще часть расходов сможем с вами учесть в налоговом учете. То есть у нас есть перечень представительских расходов, которые можно учесть, например, в налоговом учете, но в пределах норматива. Норматив зависит от фонда оплаты труда. И мы, конечно же, понимаем, что до конца года фонд оплаты труда у нас с вами еще вырастет, еще вырастет, и, конечно, мы сможем какую-то вот в течение года сумму признать в расходах. Но пока зарплаты не было, у нас всякий год, это новые какие-то сюрпризы, и этот год не стал исключением уж такого большого количества сюрпризов, как 20-й год нам преподнес, наверное, сложно найти в истории. Мы не работали, многие зарплату не начисляли, кто-то начислял, но в других объемах и так далее. Изначально мы не можем спрогнозировать, сколько представительских расходов за этот налоговый период мы сможем учесть. Но в течение года мы все равно надеемся, что до конца года успеем и в налоговом учете признать такие расходы. Поэтому с нынешнего 20-го года при применении балансового метода такая разница считается временной. Кроме того, сверхнормативные расходы в незавершенном производстве, производство готовой продукции на складе, стоимости готовой продукции или от грушных товаров. Сверхнормативные проценты по заемным средствам в незавершенном строительстве, неокры, в состав незавершенки также включен расход, который признается только в бухгалтерском учете и не учитывается для целей налогообложения. Когда готовая продукция будет реализована, то этот расход тогда образует постоянную разницу. Но пока мы не получили с вами записи на 90-м счете или на 91-м, мы эту разницу опять же считаем как временную. То есть эти разницы будут накапливаться в составе активов, товаров, готовой продукции на складе, незавершенного производства и так далее. Кроме того, Министерство финансов расширило список тех ситуаций, когда возникают временные разницы. Я уже сказала, что оценочные обязательства, переоценка активов, резервы по правилам, отличающимся в бухгалтерском и налоговом учете и признание оценочных обязательств. Все эти ситуации также привели к чему? К временным разницам. Обратите внимание на особенность учета разниц при переоценке внеоборотных активов. Знаете, о том, что в бухгалтерском учете такая переоценка возможна, в налоговом же учете такой переоценки не будет никогда. Если в результате переоценки мы впервые отражаем в бухгалтерском учете оценку основного средства или нематериального актива, то делаем записи в корреспонденции со счетом 91. И эта сумма дает нам постоянную разницу. Когда мы сравниваем балансовую стоимость внеоборотного актива после его переоценки и его налоговую стоимость, то появляется еще одна разница. Мы эту разницу должны будем учесть как временную. Итак, сначала вы сделали переоценку. Например, уценка вашего имущества привела к тому, что часть стоимости вы списали на расходы. Этот расход отражается в бухгалтерском учете, в налоговом не отражается. Разница постоянная. Потом мы с вами на 31 декабря посмотрим, какова балансовая стоимость имущества по состоянию на 31 декабря в бухгалтерском учете и в налоговом. И здесь у нас разница будет временная, потому что к концу срока полезного использования вся стоимость должна будет быть списана на расходы. То есть в результате оценки у нас появится сразу две разницы, и постоянная, и временная. Что касается вашей работы в программе 1С. Прежде всего необходимо скорректировать настройки учетной политики. В учетной политике есть четыре варианта. Вы можете не вести учет отложенных налоговых активов и обязательств. Еще раз повторю, в том случае, если ваша компания, например, применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и отчетности. Вы можете выбрать балансовый метод. Вы можете выбрать балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц и по старинке вести затратным методом. То есть второй метод балансовый, он самый простой. При этом в варианте постоянные и временные разницы не будут фиксироваться в каждой операции. То есть вы будете в программе видеть просто проводки бухгалтерского учета и налогового учета. И то правило, к которому мы привыкли с вами, делая записи в 1С, значит, БУ равняется НУ плюс постоянные и временные разницы, в регистрах ПР и ВР при балансовом методе записи не будет. У вас просто будет проводка бухгалтерская и суммы, которые будут стоять в налоговом учете. Есть у нас еще один курс, про который тоже бы хотелось сказать. Мы как раз рассматриваем на курсе 1С, бухгалтерия 8, редакция 3.0, налог на прибыль и расчеты по 18 ПБУ. На этом курсе мы изначально разбираем все примеры затратным методом, чтобы увидеть все проводки и все разницы. Но на последнем занятии мы меняем правила в учетной политике, перепроводим все документы и уже смотрим на то, как программа сформировала записи в учете при введении учета с помощью балансового метода. Итак, чтобы нам отразить с вами временные разницы, нам необходимо составить таблицу активов и обязательств. Делаем на определенную дату, какую-то отчетную дату. И балансовый метод говорит нам о том, что делать записи по формированию разниц нам нужно, в общем-то, один раз в году, по состоянию на 31 декабря. Почему? Потому что весь год мы с вами делаем расчет в налоговом учете для налоговой декларации. В бухгалтерском учете мы ведем бухгалтерский учет. То есть у нас два отчета совершенно параллельных идут и ведутся по отдельности. Но в конце года мы готовим с вами бухгалтерскую отчетность. Поскольку она у нас готовится один раз в году, то и все действия, о которых я сейчас буду говорить, по логике вещей вы должны сделать один раз в году. Для того, чтобы объяснить, почему в отчетной форме отчета финансовых результатов, при прибыли, которая образовалась в бухгалтерском учете, стоит совершенно иная сумма текущего налога, то есть налога, который начислен по данным налогового учета. Итак, в таблицу вносим сведения обо всех активах. Активах в первом столбике указываем данные бухгалтерского учета. И прежде чем заносить туда активы и обязательства, в общем-то вы должны определиться для себя следующим образом. Делать это по каждому объекту, или же достаточно показать какие-то укрупненные показатели, например, написать основные средства, нематериальные активы, готовая продукция, остатки незавершенного производства и так далее. То есть по всем строчкам вашего бухгалтерского баланса выписываете стоимость ваших активов. Конечно же, если речь идет про основные средства, мы говорим про балансовую стоимость. Это остаточная стоимость, то есть стоимость за минусом начисленная амортизация. Далее, в эту же табличку мы также перенесем сведения о стоимости той же группы активов и обязательств, но уже в системе налогового учета. То есть также стоимость основных средств, готовой продукции, остатков незавершенного производства, дебиторская задолженность и так далее, и так далее, но уже по стоимости в налоговом учете. Если у вас есть какие-то показатели в налоговом учете, которых нет в бухгалтерском, точно так же добавляем их в таблицу. Добавляем показатели из налогового учета, если их нет в бухгалтерском учете. Ну вот таким образом может выглядеть таблица. В столбике А у нас идет балансовая стоимость, это стоимость в бухгалтерском учете. В столбике Б идет информация о налоговой стоимости тех же активов. Мы видим, что у нас есть продукция на 43-м счете, и вы видите, что она отличается по стоимости, пусть не сильно, но тем не менее отличается. У нас с вами на 44-м счете в налоговом учете осталась некая сумма расходов на рекламу нормируемых, которые вы вполне возможно до конца года еще сможете признать в расходах. То есть если сравнивать это ежемесячно, можно так делать, можно делать сравнение ежеквартально, можно делать ежегодно. Если ежегодно, то расходы на рекламу нормируемые, которые в налоговом учете так и не были признаны, из этого списка временных разниц у нас с вами уйдут. Косвенные производственные расходы. Здесь в данном случае приведен пример с представительскими расходами, которые тоже являются нормируемыми, и которые до конца этого года еще не были окончательно на налоговом учете признаны из-за условий нормируемые. Но до конца года вполне возможно эти расходы еще попадут в налоговом учете тоже в уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль. Если посмотрите раздел «Основные средства», вы увидите, например, наличие имущества в бухгалтерском учете и его отсутствие в налоговом учете. Если посмотреть на стоимость, вам станет понятно. В бухгалтерском учете стоимость основного средства начинается от 40 тысяч. В налоговом учете это не критерий. В налоговом учете такой основной средств сразу же попадает на расход. И, возможно, здесь в данном случае, на данном предприятии есть расход, который на 97 счете остался в бухгалтерском учете. В налоговом же учете такой расход был признан единовременно в налоговых расходах, соответственно, налоговой стоимости не имели. Таким образом, вы заполнили таблицу с данными бухгалтерского и с данными налогового учета. Далее. Считайте общую временную разницу. Воспользуйтесь следующим алгоритмом. Посчитайте разницу по каждой строке таблицы. Если по активам бухгалтерская стоимость больше налоговой, то возникает налогооблагаемая временная разница. В противном случае вычитаемая. Давайте просто порассуждаем. Вот мы сейчас с вами видели пример, когда у нас балансовая стоимость наших основных средств была больше, нежели чем налоговая. Если переводить это на затратный метод, то мы можем объяснить это следующим образом. В налоговом учете мы уже всю стоимость списали на расходы. Таким образом, прибыль налоговой получилась меньше. А в бухгалтерском учете мы еще эту стоимость не списали на расходы. Следовательно, бухгалтерская прибыль получилась больше. И налога с бухгалтерской прибыли мы начислим больше. То есть такая разница является налогооблагаемой. Если же балансовая стоимость активов меньше, то значит вы уже в бухгалтерском учете все учли в расходах, занесив таким образом бухгалтерскую прибыль и уменьшив объект для расчета налога в бухгалтерском учете. Такая разница считается вычитаемой. У обязательств все наоборот. Если бухгалтерская стоимость обязательства больше налоговой, то возникает вычитаемая временная разница, в противном случае налогооблагаемая. Значит, мы суммируем с вами все вычитаемые разницы по активам и обязательствам отдельно. И все налогооблагаемые разницы тоже суммируем отдельно. Вот мы с вами сравнили стоимость балансовую и стоимость налоговую и сказали, что балансовая стоимость больше, следовательно, разница налогооблагаемая. Налоговая стоимость больше, значит, это вычитаемая. Теперь суммируем все разницы, вычитаемые, налогооблагаемые. Вычитаем из большей разницы меньшего. То есть из 158 тысяч в нашем примере мы вычтем 31 700. И у нас останется одна разница, та, которая была больше. В данном примере это будет налогооблагаемая разница. На основании этой разницы мы и сформируем с вами отложенный налог. То есть если у нас получилась налогооблагаемая разница больше, налогооблагаемая разница больше, значит, в бухгалтерском учете из-за этого прибыли получилось больше. И бухгалтерского налога получилось бы больше. Его платить пока не надо. Поэтому, если налогооблагаемая разница возникла и она больше, то она приводит к образованию отложенного налогового обязательства. Если же вычитаемая разница будет больше, то в этом случае в бухгалтерском учете сделаем запись по формированию отложенного налогового актива. То есть доначислим бухгалтерский налог и сделаем запись по дебету 0,9 и кредиту 68. Оценим, насколько отложенный налоговый актив или отложное налоговое обязательство изменились по сравнению с предыдущей отчетной датой. То есть если отложенный налоговый актив увеличился, то доначисляем его 909, кредит 68. Если оно увеличилось, отложенное налоговое обязательство, то делаем запись по кредиту счета 77 и 968. Если наш отложенный налоговый актив уменьшился, то это кредит 0,9 и 9,68. Если обязательство уменьшилось, то это 9,77 и кредит 68. Сумма отложенных налогов, которые были отражены по дебету 0,9 или дебету 77 попадают у нас в отчет о финансовых результатах со знаком плюс. А сумма отложенных налогов, которые отражаются по кредиту 0,9 или кредиту 77, то есть идет запись по дебету 68, согласна, то идет со знаком минус. То есть уменьшение этого налога идет со знаком минус. Какие проводки мы делаем с вами при отражении и погашении отложенных налогов, думаю, многие из вас и так знают. Отложенный налоговый актив – это 9,09, запись на активном счете 0,9 и до начисления налога по 68. Отложенное налоговое обязательство – это 9,68 и кредит 77. Погашение, то есть когда разница идет в обратную сторону, то идет, соответственно, списание с 0,9 счета и списание с 77 счета. Проанализируем. Все та же таблица, которую вы видели с самого начала. Балансовая стоимость активов, налоговая стоимость активов. Нашли разницу, сравнили. Значит, если бухгалтерская стоимость выше, то это налогооблагаемая, если налоговая выше, вычитаемая. Сравнили, записали. Итак, если у нас налогооблагаемая временная разница, она приводит к образованию отложного обязательства. Если у нас вычитаемая разница, она приводит к образованию отложного налогового актива. Ну, поскольку здесь приведен пример на 1 января деятельности у компании нет, то те же самые цифры у нас стоят с вами пока что в столбике признания. То есть у нас появились отложные налоговые активы и отложные налоговые обязательства. Погашение в данном случае мы пока что с вами еще не видели. Далее. Какие действия надо сделать нам для того, чтобы посчитать чистую прибыль? Мы берем прибыль до налогообложения, которое получилось по данным бухгалтерского учета. Отложные налоговые активы на начало периода. Отложные налоговые обязательства на начало периода у нас здесь с вами нулевые цифры. Отложные налоговые активы на конец периода, то есть на конец месяца, квартала, года. Мы с вами видели эту сумму. 6,342. Вот сумма получилась отложного налогового актива. 31,000 – это сумма отложного налогового обязательства. Что мы делаем? Дальше смотрим, что у нас получилось. На конец года, то есть на начало года у нас нули не было налога отложенного, а на конец периода. Значит, мы берем сумму на 0,9 счете, которую сделали запись, 6,300, и видим сумму на 77 счете, 31,620. Одна из них с плюсом, одна идет с минусом, и у нас получается, что отложного налогового обязательства было больше, но запись по кредиту 77 счета – это знак минус. Далее. Текущий налог на прибыль – это налог, который был рассчитан по данным налогового учета. Что является расходом по налогу, на который нам нужно уменьшить с вами нашу прибыль? То есть берем наш отложный налог, наш текущий налог, получается сумма 128,684 рубля. Если говорить про бухгалтерскую прибыль, 585 тысяч, если вы ее умножите на 20%, вы получите цифру условного расхода. Этот условный расход у нас также с вами корректируется на постоянный налоговый расход или же постоянный налоговый доход. Таким образом, из чистой прибыли вычитаем либо сумму расходов по налогу на прибыль, либо условный расход с постоянным налоговым расходом. У нас остается чистая прибыль. То есть у нас с вами меняется форма отчетности бухгалтерской, отчет о финансовых результатах изменился. В связи с этими поправками в 18-м ПБУ утверждены приказом изменения Минфина от 19 апреля 2019 года приказ номер 61Н. Некоторые строки отменили, некоторые заменили и добавили какие-то новые строки. В отчете компании будут теперь отражаться не текущий налог, в том числе постоянные налоговые обязательства или активы, изменение отложенных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств. У нас теперь будут прописаны расходы по налогу на прибыль, текущий и отложенный налог. То есть вот те правила, которые у нас сейчас действуют для балансового метода расчета разниц, они основаны на международных стандартах финансовой отчетности в соответствии с программой реформирования наших российских стандартов и приближения их к международным стандартам. То есть смотрите, у нас с вами в отчете о финансовых результатах появляется строка, которая называется расход или доход по налогу на прибыль и этот налог делится на отложенный налог на прибыль и текущий налог, который у нас в налоговой декларации прописан. В пояснениях бухгалтерской отчетности нам необходимо будет раскрыть отложенный налог на прибыль, который возник из-за образования или погашения временных разниц в отчетном периоде, изменил правила налогообложения или вдруг у вас, может быть, поменялись ставки по налогу, потому что вы стали работать в регионе, в котором пониженная ставка. Значит, если вдруг есть у вас вероятность того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в будущем, признание или списание отложенных налоговых активов. То есть это у нас, смотрите, если компания работает в убыток, в налоговом учете у нас с вами в налоговой декларации ставится налоговая база равная нулю, но в следующих налоговых периодах мы сможем вспомнить про эти убытки прошлых лет и уменьшить налогооблагаемую базу текущего года на убытки прошлых лет. Поэтому, когда у вас возникает убыток, вы в бухгалтерском учете его и так, и так отражаете по дебету 99-го, а потом и по дебету 84-го, а в налоговом учете у вас 0. Поэтому вы делаете дополнительную запись по формированию отложенного налога, дебет 09-го к рейд 68-го на сумму налога, на который вы потом в дальнейшем сможете уменьшить налогооблагаемую базу, если у вас появится прибыль. Также в пояснениях указываем информацию, которая поможет стороннему пользователю отчетности понять взаимосвязь между расходом или доходом по налогу на прибыль и показателем прибыли в налоговой декларации. То есть какие ставки налоговые вы применяете, какая сумма условного расхода, то есть налога, рассчитанного по правилам бухгалтерского учета у вас получилась, и какова величина постоянного налогового расхода. Те, кто привык называть это постоянным налоговым обязательством, можете это так называть. Что касается отчета финансовых результатов. Посмотрите, у нас в общем-то всегда действовала формула. Текущий налог равняется условный расход плюс ПНО или ПНР минус постоянный налоговый доход плюс она, минус оно. Но если вот просто чисто взять математическую формулу, которую сейчас я назвала, мы можем с вами сделать перемещение с одной стороны уравнения на другую, на одну сторону висок положить текущий налог и наши отложенные налоги ОНА и ОНО, а на другой стороне уравнения оставить условный расход, постоянный налоговый расход, постоянный налоговый доход, то в общем-то через 99 счет у нас всегда с вами проходили такие суммы, как условный расход, 9,99-68 по налогу на прибыль и постоянный налоговый расход, точно такая же поработка 99,68. Если посмотреть на это с точки зрения математики, то в общем-то расходы по налогу, проходящие через 99 счет будут равняться чему? Текущему налогу с нашими отложенными налогами, отраженными на 0,9 и 77 счете. Текущий налог за отчетный период – это налог на прибыль для цели налогообложения по законодательству, а отложенный налог – это суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложных налоговых обязательств. Без включения постоянных разниц. Что мы видим сейчас с вами в отчетной форме? Отчет о финансовых результатах. Значит, с самого верха мы видим выручку бухгалтерскую, себестоимость продаж, валовую прибыль от продаж – это 90-й наш счет. Потом сюда же в 90-й у нас попадают коммерческие расходы, управленческие расходы. Мы получаем прибыль от продаж. Далее у нас есть прочие доходы, прочие расходы. 91-й счет и в конце концов формируется прибыль до налогообложения. Посмотрите, что у нас здесь изменилось. Строки 24.10, 24.11, 24.12. То есть они совсем иначе стали выглядеть, нежели чем в отчетности за 2019 год. Налогом на прибыль, еще раз повторю, является сумма текущего налога, то есть налога, который у нас попал в налоговую декларацию, и отложенных налогов, то есть всех изменений, она, оно. То есть вы сложили все суммы 0,9 и 0,77 счета в оборотах за текущий период и получили данную цифру. Чистая прибыль у нас считается каким образом? Вот если говорить про данные, отчет, то у нас из прибыли до налогообложения вычитается налог на прибыль, а именно текущий налог и отложенный налог. Я еще раз повторю, что эта сумма 128 тысяч будет также равняться нашему условному расходу, то есть налогу, начисленному по данным бухгалтерского учета, с суммой постоянных наших разниц. При балансовом способе отражения текущего налога показатели условного расхода, условного дохода, постоянных налоговых расходов или постоянных налоговых доходов в бухгалтерском учете не отражают. Их не раскрывают ни в балансе, ни в отчете о финансовых результатах, но эти показатели мы прописываем, еще раз повторю, в пояснении к бухгалтерскому балансу. Именно в пояснении мы прописываем сумму условного расхода и постоянные разницы, приведшие к корректировке бухгалтерского налога, ПНР, постоянный налоговый расход или доход. Именно на основании этих ваших пояснений пользователи вашей отчетности смогут сделать вывод о том, как повлияли постоянные разницы на величину текущего налога на прибыль. То есть постоянную разницу, постоянный налоговый расход или доход мы считаем каким образом. Посмотрите, опять же все то же самое уравнение. Когда текущий налог на прибыль у нас равнялся условный расход плюс ПНР, плюс она, минус оно и так далее. Если вы с этим уравнением поиграете, на одну сторону весов перенесете постоянный налоговый расход, вы увидите текущий налог плюс отложенные налоги и, соответственно, бухгалтерский налог, то есть условный расход по налогу на прибыль. В новой редакции 18 ПБУ приведен пример расчета чистой прибыли, в котором оба рассмотренных способа и затратные, и балансовые отражены. Как бы ни было, независимо от способа, величина чистой прибыли должна быть одинаковой. При балансовом способе прибыль до налогообложения уменьшают на сумму расхода по налогу на прибыль, то есть текущий налог и отложенные налоги. При способе отсрочки на 99 счете у нас с вами проходят показатели условного расхода, либо условного дохода, постоянного налогового расхода, постоянного налогового дохода. То есть 99 счет нашей прибыли и убытки, сальдо, конечно, на 99 счете нам показывает чистую прибыль. То есть если вы из прибыли бухгалтерской вычтете условный расход, постоянный налоговый расход, то вы получите размер чистой прибыли. Если вы из бухгалтерской прибыли отнимете сумму текущего налога, то есть налог, который идет в налоговой декларации, и сумму отложенных налогов, то тогда у вас должна получиться точно такая же сумма чистой прибыли. Более подробно, конечно, сегодня у нас была обзорная такая встреча на курсе практику по применению 18 ББУ, учет расчета по налогу на прибыль. Мы разбираем подробно все эти ситуации, смотрим, каким образом формируются постоянные и отложенные налоговые активы, обязательства, расходы, доходы и так далее. Этот курс является у нас прикладным, он рассчитан на бухгалтеров, главных бухгалтеров, руководителей, специалистов финансовых и бухгалтерских служб и внутренних аудиторов. Курс будет интересен и налоговым юристам, и налоговым консультантам, и тем, всем тем, кто хочет повысить свои профессиональные знания в бухгалтерском учете и налогообложении. Еще раз повторю про курс 1С бухгалтерия 8, уровень 2, налог на прибыль и расчета 18 ББУ. Опять же, прикладной курс, на котором мы разбираем наиболее сложные вопросы налогового и бухгалтерского учета по расчету налога на прибыль. И каким образом вы можете, воспользовавшись программой, увидеть эти разницы и увидеть их влияние на учет. Различный уровень сложности мы разбираем прямые косвенные расходы, учет основных средств, списание расходов в налоговом учете единовременно и растягивание во времени в бухгалтерском учете. Огромный плюс программы 1С, это, конечно же, автоматизация. Но для того, чтобы доверять программе на все 100%, я уверена, что надо сначала проверить все настройки в программе, посмотреть все возможности программы, опять же, в рамках учебного процесса, понимать, почему возникают разницы и каким образом программы их классифицируют, какие проводки формируют при закрытии месяца. Также мы сопоставляем всегда данные налогового и бухгалтерского учета, рассматриваем показатели в декларации по налогу на прибыль, данные в бухгалтерском балансе и в отчете о финансовых результатах. То есть эти все темы у нас там рассматриваются. Ну и, конечно, курс налогообложения, введение налогового учета, проблемы и решения. Курс соответствует требованиям профстандарта бухгалтера, утвержденного приказом Минтруда. И здесь рассматриваются аспекты все исчисления уплаты основных налогов, отношения с налоговыми органами. Ну и что касается налога на прибыль, очень насыщенная тоже программа, мы обсуждаем все ситуации, в результате которых возникают различия в учете между бухгалтерским и налоговым учетом. Из-за чего они возникают? То есть если изначально не понимать, из-за чего возникают расхождения в учете, дальнейшие записи в соответствии с 18 ПБУ становятся очень трудными для понимания. Но сейчас наша с вами задача, пока Минфин не возражает против затратного метода, мы его можем продолжать использовать, но уже надо пересматривать свой подход. И в общем-то некоторые моменты из 18 ПБУ надо просто запомнить. Такие как суммы, которые мы смотрели, как влияет балансовая стоимость активов и обязательств на появление тех или иных разниц. Опять же, рассуждая с точки зрения затратного метода, эти ситуации становятся понятны. Если же к этому вопросу приступать вот только сейчас и только сейчас знакомиться с 18 ПБУ прямо с балансового метода, то, конечно же, это будет больше зубрежка. То есть это запоминать, что вот эти правила, которые вы видите сейчас на слайде, их придется просто запоминать. На курсе практику по учету расчетов 18 ПБУ я стараюсь дать материал, согласно которому вы сможете логически выстроить цепочку в рассуждениях при возникновении любой разницы, которая у вас будет и по стоимости ваших активов, и по стоимости ваших обязательств. Какой разницы это приводит и что надо сделать с налогом в рамках формирования записи по 18 ПБУ. Если есть вопросы, я готова, буду ответить на ваши вопросы. В общем-то, основное я рассказала, осветила. На этом я с вами попрощаюсь, приходите к нам на курсы и направление, связанное по налогу на прибыль, мы будем разбирать досконально, вот до тех пор, пока у вас все не уляжется в голове по полочкам. Но сегодняшний наш семинар закончен. Продолжение следует...